Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Необходность творения центра продажу «Кватер» Наспела давно. Ранее потенциальным покупникам доводилось литерально обыходить у все будовнические пляцовки и наведывать в шерах кабинетов, как собрать вычерпальные известки об новобудовлях. Зараз об этом можно доведаться у специалистов центра. А так само отримать спис, необходимых для житовления сделок, документов, информацию о банках, которые предоставляют кредиты, и доведаться об планах забудовли на ближайшие годы. Мы можем рассказать о ценах на квартиры, о площади. Опять же, можем предоставить информацию, какие есть планировки квартиры. Человек может выбрать. И мы также можем предоставить информацию о банках, которые предоставляют именно кредиты на строительство и приобретение жилья. Всю необходную информацию можно отримать и по телефоне. Городский номер 75 52 67. Мобильный плюс 375 44 505 66 53. Бюджет прожиточного минимума у середнего на душу насельництва с первого лютого складе 180 рублёв. У поравнаний с попередним периодом он повысился на 3,2 процента и будет денежить до конца кроссовика. Для процедольного насельництва бюджет прожиточного минимума в складе крыхлобоч за 198 рублёв. Для пенсионеров и студентов около 139 и 175 рублёв отповедно. Находа МГТП кашек применяется для возношения по меру минимальных проценных и социальных пенсий, надбавок и некоторых видов допомог. У Холинской области означается уздым захворывания на гриппы в острой респираторной инфекции. За почние три тыдни колька с воротов за меддопомогу взросла прикладно на 15%. Большая захворывания у простудная. На грипп с початку сезона перехворили 42 жихары в области. Усе выпадки анализуются. Мониторинг дозволит вызначить эффективность вакцинации и отримать информацию для распроцовки вакцин на наступный сезон. Специалисты упевнены. Дякуючи иммунизации, сё летняя эпидемичная ситуация не станет надзвычайной. Нагадаем, при шепке супрать гриппу зарабило больше, как 40% насельництва региона. Кто не привит, то здесь, в принципе, можно рекомендовать. Ну, первое, это не специфическая профилактика. Сюда мы, как бы, вроде звучит не странно, но мы рекомендуем, в первую очередь, мыть руки. Почему? Потому что входными воротами для вирусов, в первую очередь, являются слизистые оболочки. Это слизистые оболочки не только губ, но и глаз, носа и так далее. Второй момент, значит, ну, вот учитывая, что сейчас сезонный подъем, то есть, как бы, ограничить посещение мест скопления людей массовых, особенно с детьми. Дарай, что сезонный уздым захворывания на гриппы в острой респираторной инфекции у этой период назираются, что год. Должится и он приклад на 3-4 тыни, после чего иди на спад. В областном комитете природных ресурсов и охованного кольного осяродя огучили выники проверки воды у так званым мельчанским коллекторы. Нагадаем, у минулого месяца жихары Гомельского района звернулись до экологов с информацией об том, что вода у этом водоеме набыла зеленый колер. Головная задача технического коллектора – прием стековых вод, которые потом накировываются на очистные сбудования. Время выезда на место специалисты взяли пробы воды, которые были накированы для проведения анализов. При этом экологии звернули увагу на тот факт, что отручевания рыбы в этом водоеме не было, як до речи, и неприемного паху. Як высытлился яркий зеленый колер, воде надав харчовый фарбовальник уранин-А, який выкористовывается для знаходжения дефектов у сетках тепла и водозабеспечения у темлику пятных. Уранин-А, который использовался на одном из предприятий для определения течей воды при реконструкции системы отопления. Данное вещество не является опасным и для данного водоема также в быту оно используется как технический краситель, для многих пищевых продуктов, также для шампуня, для подкрашивания воды в аквариумах. Вечер-пятница – лепший час для широй размовы. Интерактивная программа «Диалог» изменила день выхода у эфир. А вот номер телефона у студии застався ранейшим – 77 68 45. У пятницу 3-го лютого размова подзе об организации дорожного руха у регионе. Глядите диалогу в 18.55 на телеканале «Беларусь-Шатыры Гомель». Золотое пяро «Белой Руси-2016» районный этап пятого республиканского конкурса творческих работ молоди зараз проходит во всех регионах краины. Сегодня у Гомеля прошла пресс-конференция с керавництвом громадского объединения «Белая Русь», по инициативе якого реализуется творческий проект. Паспоборнишать за золотое пяро може кожны, кому уже исполнилось 12 годов, але яшеня мат 30-ти. Для гэтага треба выбрать одну з шатарох номинаций и подрыхтовать отповедную творшую работу. Гэта може быть доследшая эссе с особистыми ураженнями и думками об проблемах и тенденциях развития сучасных СМИ. Фотоаматорам пропануюцца поудельничать у номинации «Сямейный альбом», а работы юных операторов чакая номинация «Твой погляд». Подлетки во взросле от 12 до 17 годов могут дослать друкованные материалы об культурной, историчной и духовной спадшине Беларуси. Районный этап завершится у Красовику, а переможца в республиканского назовут у Липеня. Мы больше обращаем внимание на рассуждения. В рассуждениях всегда есть аналитика, к чему-то приходит. Мы больше отдаем предпочтение такого рода работам на индивидуальность. Пусть, может быть, даже она не совсем с точки зрения писательства или журналистики там уже такая уникальная, но мы всегда в состоянии этих людей позвать, и с ними могут поработать профессионалы, потому что их, по крайней мере, видно, что они думают сами. Подробя за информацию об умовах удела в конкурсе можно знайти на сайте республиканских громадских объединений «Белая Русь». На протягу некоторых дн у Гомельской области проходили сдымки документальной стушки, присвеченной Константину Рокоссовскому. В 1943-1944 годах войски под командованием генерал-палковника вызволяли Комарын, Лоя, Рэшицу, Гомель, Мазыр, Калинковича и иншие населенные пункты Беларуси. Працовать над фильмом у наш регион приехала творчая бригада под керовництвом знакомитого режиссера, документалиста, заслуженного дейшам остатства Российской Федерации Игора Григорьева. На здымочный пляцовце областным музеем военной славы побывал Александр Лупиненко. Работа за архивами, вылучение музейных экспонатов, шматлики и интервью. Это далеко не полный спис тех элементов, из которых складается документальное кино. На рахунку российского режиссера Игора Григорьева больше, как 30 киностужек. Темы, який из экрана Майстер самые разные. Ни одно, что он взвертался до военных падей. Зараз голодным героем его новой картины стал герой Советского Союза Константин Рокоссовский. Всегда, Рокоссовский, всегда, вот я сейчас, когда начал эту работу, выделялся среди всех командующих каким-то особым качеством. Вот с этим особым качеством я и приехал сюда, чтобы разобраться, что же это за особое качество, которое сделало его таким популярным во всей стране и во всех республиках. Я просто спрашивал людей обычных, что они знают о Рокоссовском. Многое знают они. Единственное, так знают, наверное, об этом командующим так много, как в сравнении с другими командующими. Даже Жуков может быть не так им симпатичен, как Рокоссовский по своим человеческим качествам. Вот. Но мне как раз интересно было, насколько человеческие качества, доброта, уважение к личности мешают командующему быть командующим фронтом, успешным командующим фронтом. Вот, собственно говоря, это тайна, за которую я приехал, за которую я, так сказать, здесь перед вами в этом военном музее. Одной са здымочных пляцовок нового фильма стал Гомельский музей военной славы. Тут находятся великая экспозиция, о которой собраны у ласных рэши Константина Рокоссовского. Уникальные документы падехтых часов. А кроме музея, дымки проходили у Светлогорска и некоторых в верстках Гомельшины. Отсюда начиналась операция, его самая блестящая операция, после которой немецкие генералы заявили, что они теперь уважают русских генералов, советских генералов, потому что они превзошли их. После этой операции Багратиона, даже после Сталинграда они так не говорили, и после Курска не говорили. Вот после здесь Багратиона они заявили, что тактика и умение русских генералов стало выше, чем их умение. Плануется, что свет, новая документальная стушка режиссера Игоря Григорьева убачить уже в этом году. Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. Сюда человеческой силами отведен на автомобилях и уникальные акробатичные отруки. Гомельским глядачам новую программу проставил один со старейших цирков России – Московский цирк Никулина на Коляровом бульваре. На представлении побывал Максим Савин. Япония, Казахстан, Прибалтика. Это география выступления Московского цирка Никулина на Коляровом бульваре за опушные погода. И по усюль представлении проходились с поспехом. Гомель выключением не стал, публика сострела артистов овациями. И было за что. Программа, якую представляет цирк Никулина, яскравая и насыщенная. Мы приготовили очень много животных, потому что пять видов животных, которые работают в этой программе, это действительно уникальный случай. Потому что ребята, которые сейчас собрались в эту программу цирка Никулина, ну, Костя Устьянцев, замечательный наш клоун, который прилетел из Америки, Фаха, который сейчас перед вами выступал, мы сейчас с ними работали только в Прибалтике, то есть разных мест цирк Никулина собрал вот такой мощный коллектив, который, я думаю, обязательно понравится гомельским зрителям. В программе шматься правды уникальных номеров. Силовый жонглер Фахреддин Ахназаров на арене выступает Амаль 30 годов. И по праву носит звание одного из самых мощных людей в свете. Ему аплодировали Арнольд Шварценеггер и королева Великобритании Елизавета. Каля 30-ти его досягнение утрапили у книгу рекордов Гиннеса. На арене гомельского цирка осилок забивает цвяки руками, подымая зубами Амаль Паутоне, а так само вытремливая наезд автомобиля. Ну, тяжело, но когда зрители это воспринимают все, видите, как аплодируют, некаяся нагрузка занимается все. Не зря. Виталий Стоич глядачей акробатов в Монголии. Лауреаты шматликих международных цирковых фестивалей у першини у Гомеля. Групповые вальтыши труки на подкидных дошках, не одно, и че выкликали в оключе захоплений у зале. У нас вот те трюки, которые в советских временах только русские артисты делали, а сейчас на данный момент никто в мире не делает. Уникальным является и аттракцион «Ехали медведи». Зверы под керовницей Вольги и Виктора Кудрауцевых освоили многие виды транспортных сродков. И они перемешаются по арене на автомобилях, мотоциклах и велосипедах. Есть несколько трюк, которые до сих пор никто не может повторить, потому что единственный в мире медведь, который имеет водительские права, который ездит на автомобиле, на картинге, это только у меня. Единственное в мире медведь, который в колесике крутится, как космонавт, это только у меня. Есть еще ряд акробачистских трюков, которые нам удалось сделать с медведями. Жонглер под куполом цирка, дрессированные овечки и собаки, мастерская гульня на бильярде, веселый клоунский дуэт-блюз. Программа цирка Никулина ураживает своей перестостю. Убашить эту цирковую феерую на уластные вочи можно до 26 лютого. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Ясным и крыху морозным будет на двое у первой полови этого тыдня. По информации областного гидромедцентра у ночи чакается до 14, а заутро у день до 7 градусов мороза. У наступные дни потеплее. У сираду у первых лютого чакается до минус 9 у ночи и от нуля до минус 5 у день. У шатиры пятницу у день слубки термометра переодолеют одзнаку у плюс 1 градус. С третьего лютого прогнозуется снег, мокрый снег, туманный гололед. На дорогах гололедится. Сгодно с попередним прогнозом на выходных будет до минус 7 у ночи и от нуля до 5 с минусом у день. И об спорте гомельская команда ВРЗ протягивает узначаливать таблицу чемпионату Беларуси по мини-футболе. У шастнадцатым туры вагонарамонтники на своей пляцовце были мацнейшими КК соступил Гомельской БЧ 2-4. С таким же ликом агрокомбинат Паудневая из Гомельского района дома проиграл Борисову-900. Гомельские гонбалисты пробились у финал четырех Кубка Беларуси. У другим матч первого этапа гомельчане переиграли столичный Витязь 33-22. Перший поединок этих команд так само завершился на корызь гомельчан. Соперниками Гомеля на финальном этапе будут Кронан, БГК и СК. Межтым у Литвы отбылся четвертый тур розыгрышу Балтыйской Лиги Сяроджаночых команд. Гомель отримал три перемоги одной и чы соступил. Гомельчанки были мощнейшими за Минске БНТУ Белас, литовскую Гарляву и украинскую Галычанку. Проиграла наша команда литовскому Жальгерасу. Тым часом отбылся черговые матчи в экстрализе хокейного чемпионата Беларуси. Гомель на своем леде соступил Гродзенскому Неману 1-3. А вось Жлобинский Металург был больше удачливый. Сталевары переиграли Динамо Молодежна 4-3. На гэтым тыдне аматоров хокею чакает областное дерби. Гомель и Металург двойцы сгуляют помеж собой. У четверу областным центры в субботу в Жлобине. Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tivergomel.by На гэтым выпуск завершенный у студии працава Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустречного эфира.